там один вопрос в чате ну так как он с матами идет youtube его не пропускает вопрос мне не знаю как там по на латынице написано хабито вячеслав скажи в двух словах так есть там смерть жизнь или нет там это где ладно давайте по богам заново я озвучу истинное положение вещей каждый волен принять истину или отвергнуть значит что такое бог местные жители в основной своей мази думают что бог один их винить это равносильно что четырехлетнему ли дне а давалому ребенку объяснить процесс зачатия появления детей он не поймет он вас услышит но он не поймет это равносильно вот местным жителям основной массе говорить про богов то что я сейчас планирую сказать они как дети малы и не поможет для этого нужно расти 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 как там говорил три хлеба вы если за морковку тянуть она от этого быстрее не вытянет то есть даже сознание сильно вы понимаете маленькая вот есть конечно вещи которые там допустим сотового мироустройства тут немножко круг ну другой критерий это самое самое основное это как азбука как алфавит когда человек приходит мир первое что он должен узнать это где он живет а потом что он жует а насчет богов тут подтягивать бесполезно так как мы все делимся на большое количество градации то есть человек люди жители так далее вниз и так далее вверх значит у каждого человека есть свой бог точнее человек и бог это одно и то же бог создает для этого мира аватара или мобильный телефон давайте мобильный телефон вот он создает его по образу и подобию создал аватара и запускает в эту в эту реальность и аватар его бегает через этого аватара бог общается с другими богами это равносильно как компьютерной игре подбежал один персонаж к другому два игрока находится в разных уголках лица земли они друг друга не видят но не видят персонажей и начинает там чате переписываться общаться значит есть малые люди которые не не понимают этого это надо очень долго жить во вселенной чтобы прийти к этому есть просто я говорю но и вспоминают им как бы становится понятно что я рассказываю рассказываю в принципе самые детские вещи это для детей любой ребенок это поймет дальше я рассказываю так значит среди нас есть зомбированные они тоже очень долго живут но на них повешен дебаф невежество почему он вешается сейчас мы не будем разбирать в общем разомбировать теоретически можно но лучше доходит когда сам доходит до этого это идеально есть биороботы их очень много они скажем так неуправляемый богом есть персонаж который мультиводством занимается создал 10000 к примеру китайцев и ими играет они как ходят одинаково чешут одинаково чешут одинаково думает одинаково по умолчанию конечно прошит у нас в каждого bios ну функционал то есть богу не не нужно следить за нашим дыханием то есть это у нас как бы ну по умолчанию прошита еда вода воздух дефекация и все так далее это мы делаем независимости от того управляет бог или не управляет бог управляет мыслями сами боги по себе они тоже разного развития то есть как игроки да вот приходят в игру тысячи человек из них 10 опытные там остальные допустим новички естественно опытные как бы понимают шок чему быстро перемещается достигает каких-то виртуальных высот вот поэтому когда этот скафандр погибает то игрок создает нового себе персонажа иногда то ли по сбою то ли по осознанному иногда может новый аватар получать опыт предыдущих воплощений всем здравия здравия наталья о с равноденствием с новолетием так выходит что среди богов есть идиоты да знаешь почему потому что каждый бог он тоже аватар более могущественного бога то есть бог создал себе тут персонажа но он является таким же аватаром но уже другого бога это как матрешка вот эта серебряная нить она идет вверх 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 того у того бога более могущественного тоже есть свой игрок вот мы маленькая самая маленькая матрешечка вот потом здесь больше который управляет то еще больше и так далее далее поэтому конечно и среди богов не все гораст но скажем так я бы сказал бы наверно боги не идиоты просто здесь они могут позволить себе делать то что не могут в своем мире делать ну вот возьмем примеру игру gta или gta каждый кто играл в эту игру бегал радостно по игре с бейсбольной битой и гадости делал прохожим там с бензопилой но в реальном мире из нас так никто не будет делать то же самое и с богами они просто вот по приколу или по приколу отыгрывать определенную роль то есть он все понимает но вот ему хочется чтобы у него персонажа отыгрывал скажем так негатив относительные этаж опять же и про совесть то есть у человека которым управляет бог у человека есть совесть потому что она идет вот эта ниточка к богу а тот свою очередь аватар другого бога и так вверх поэтому кошки на душе у нас скребут когда мы сделаем что-то не так даже самые безобидные вещи мы иногда за них очень себя карим рядом с нами живут бессовестные те которые биороботы плохо это хорошо или хорошо скажу так что это место принадлежало и должно принадлежать человечеству сейчас наоборот сейчас биороботы у власти и они получается компьютеры машины заставляют нас делать всякие неприятные вещи это даже касается и еды то есть они нас поставили перед фактом что мы должны именно есть то что то что они нам предлагают а если бы мы не были в оккупации то мы бы планету бы лицо земли бы привели бы полный порядок и у нас бы было бы тут как тысячу лет назад райская жизнь висячие сады километровые квидуки и так далее здоровая пища здоровый воздух но машины которые оккупировали скажем то место где мы живем нашли нашли себе как бы идеальных сателлитов которыми управляют ну что еще по богам добавить есть высокоразвитые цивилизации которые тоже управляют боги и мы по своему глупостью наивностью высокоразвитое существо называем богом который прилетел на дальше тарелки мы точно также сможем стать богом для какого-нибудь африканского или бразильского заброшенного племени когда мы придем в их не племя то у нас тоже будет читать богами если просто зажигалку используем он подумает о бог из руки огонь добывать как связаться с своим шефом это возможно ну возможно тем более что шеф в принципе постоянно слышит это же самое великое таинство найти человека согласие с самим собой то есть когда человек находит понимание самим собой то у нее и на душе все нормально причем не важно где он живет там палатки там в шалаше или каком-нибудь на какой-нибудь трехэтажной вилле потому что зачастую тех кто даже имеет басно основные состояния у них душа не на месте то есть они конечно стараются на людях держаться там чтобы порядочком там для храбрости кто там забрать ничего к 100 грамм плеснул кто там другую какой-нибудь и себе успокоишь q вогнал чтобы держаться на людях а сами на собой конечно самоедством занимается ну принципе самоедством занимается не только конечно обеспеченные все занимаются самоедством чтобы не было самоедство надо приносить пользу когда человек начинает приносить пользу на самых маленьких моментах вот у нас был жалко сейчас не приходит в эфир николай гречуха и являнин вот у него с друзьями развлечения он выезжает за город и ходит по паркам мусор собирает у нас же жители свиньи они это накидали гадости я уже давно я уже не помню сколько лет но и курящий человек я буду окурок нести пока это найду урну чтобы его выкинуть и кстати урна специально под подмена понятия урна это связано с трупами до похоронами а нам урна подсунули мусорка это куда мусор кидать вот но сейчас у нас харькове с этим проще у нас мусорки стоят через каждые пять метров поэтому долго идти покурок выкидывать не нужно ну как вот я по себе могу сказать чтобы максимально было это связь со своим и скажем так игроком это только приносить пользу к окружающим свете спасибо нашей светочки что она выяснила что слово паразит это положительное слово но пока я еще не нашел замену этого слова я пока по старинке скажу что пара паразита не как бы да по умолчанию уничтожители а мы по уначале по умолчанию созидатели если мы идем скажем так дорогой паразитов то естественно мы это теряем диалог с богом до связь богом а если идем дорогой созидатели то находим общий язык какая польза кому бедолаге помочь одно без добросовестно работать на благо паразитовой власти но сейчас у нас появилась шикарная возможность так как я тоже самый обыкновенный человек и несовершенен в данном случае в плане советов я только могу один совет давать это распространять знания америки нету сша все время были в азии рядом гигантские континенты и так далее большое количество человек оживает ну пускай ангел на уважаемая наталья здесь мы сейчас не не стараемся подобрать истинное слово общий смысл я пытаюсь передать тем более в условиях оккупации у нас речь на настолько урезана что мы фактически обрывочными фразами общаемся я диву даюсь как мы еще друг друга понимаем вот поэтому я думаю что там вообще не игрок не ангела возможно там иерарх который тоже имеет свое имя то есть как вы создаете персонажа даете ему на никнейм для игры точно так же и имеете при этом свое оригинальное имя точно так же и игрок имеет свое оригинальное имя но для этого мира уже другое имя да благодарю наталья с географии получается что это мой конек наберусь наглости и скажу что до моих географических открытий еще так лихо с картами никто не работал я знаю что миллионы будут улыбаться с того что я человечеству озвучиваю но миллион это они же к сожалению или к радости даже не знаю они же не человеки но они могут стать человеками вот чем прелести нашей жизни земной что мы можем из людины стать человеком из жителя людиной вот вообще любой человек приходит в этот мир человеком но потом его расчеловечивают он опускается до уровня людины потом до уровня жителя потом до уровня нежики потом до уровня нелюдя может опуститься чем это связано опущение с отниманием жизни с воровством вот это уже как бы идет опущение и разрыв связь с богом то есть связи с богом то есть я приведу например когда в компьютерной игре какой-нибудь этого вертут варкрафт из вы своему персонажу даете выпить спиртного напитка вы ему уже не можете управлять он у вас выходит из-под контроля точно так же и неправедные неблагочестивые поступки уводят от управления персонажа уводят от управления чтобы управлял бог и он катится вниз по наклону и потом его под белые локотки берут инфернальные сущности начинает им крутить как сами того хотят и помочь можно иногда вот человечество в принципе мы должны быть как дельфины или киты когда старый дельфину и там кит ему тяжело уже подняться и вздохнуть воздуха то другие киты а так как они могут на расстоянии телепатически общаться плывут к нему собирается с под низу и под подымать своего старого кита на поверхность чтобы он набрал воздуха начал дышать вот мы человечество точно так же должны поступать если человек оступился если еще как бы красная черта еще не пройдена то его еще можно вытащить но красная черта это самый беспредел я не буду в эфире говорить естественно связано с убийствами и которые ну не только с убийством есть еще переход красной черты и другие вещи пострашнее убийство ну что пострашнее убийство в общем растление детей причем не только на физическом уровне но и на интеллектуальном то есть ребен детям засирать мозг лживыми знаниями что земля маленькая и так далее целый список это тоже растление извращения то есть давать заведомо ложные знания поэтому вы знаете что я всегда в эфирах всех вот этих животных называют где-то убийцами потому что они убивают вначале мозг а потом душу калечат это тоже серьезное преступление как же робин гут он ведь нуждающимся помогал но это нам сказали что робин гут помогал на самом деле он с властями был в доляхе то есть бандиты и полицейские по сей день сотрудничают то есть шериф нанял этого разбойника чтобы он грабил подъезжающих городу и барыш он делил шерифом поэтому естественно робин гут был никогда неуловимый потому что он был заодно с властями ну и придумали байку он бедным что-то раздавал сотовой земли вопрос хорошо знаете куда меняться вы знаете путь правильно знать мало знания не использованы на практике не имеет собой силы поэтому то что я знаю про сотовое мироустройство это не было никакой пользы от этого знал я про это 20 лет назад 20 лет назад кому-нибудь я пользую своими знаниями принес нет а вот час я принес большому количеству человечеству пользу своими знаниями тем более вот наталья важный момент затрагивает что до знания о сотовом мироустройстве многие задавались вопросом для чего мы вообще живем у любого человека спросите или людьми для чего он живет он вам либо не ответит либо скажет ну чтоб дом построить дерево посадить детей вырастить машину купить и что там дачу купить квартиру купить ну и все а что что-то другое добавит сейчас война мы в оккупации сейчас задача каждый на на своей фронте как говорится помогает человечеству будучи человеком выходить из оккупации и первое попасть можно можно даже пешком можно из мурманска можно прийти гиперборею посуху и ринка здравия а высших ультра высших материях это когда уже из оккупации выйдем тогда в мирное время настанет тогда и надо размышлять по кругу мы ходим или по краю квадрату по краю ходим и по краю ходим и по краю ходим родному нам лежат пятки языки костра чужие сапоги протерли ноги натерли ноги работники ножа и топора романтики с большой дороги вот человек любой стремится к состоянию комфорта и первую очередь это когда конечно душевное равновесие человек человек тогда себя чувствует хорошо в любой тарелке где бы он не находился чистом поле или загазованном городе если у него с самим собой лад тогда все нормально а как прийти к комфорту опять же делать добро твори добро на всей земле твори добро другим во благость оккупанты ну вообще то место где мы живем она давно оккупировано не одно тысячелетие просто сейчас относительно одна из самых горячих фаз оккупации в чем выявляется это горячая фаза что оккупанты каждый день убивают наших детей каждые пять минут они убивают беру белорозового ребенка и это им сходит с рук значит высокоразвитая роботизированная скажем компьютерная цивилизация просто у нее алгоритм такой заложен она как бы не руководствуется ничем ее запрограммировали копай уничтожай создавай как говорится от на земле и она действует то есть она эта цивилизация в себе помощники взяла внешне на нас похожих представителей флоры и фауны и поставила их над нами то есть произошло все наоборот то есть должно человечество в своем доме это хозяйничать оккупанты взяли и эволюционно менее развитых живых существ поставили над нами то запрограммировал роботов и когда это не принципиально одно могу сказать что это произошло очень давно я бы сказал бы миллионы лет назад так как тут сот очень много эти роботы они перемещаются из соты в соту если хотите можете сравнить это с вирусом когда у кого-то где-то там есть компьютер ему этом компьютере тысячи миллион файлов и вирус вначале съедает один файл потом второй и так далее вот роботы это те же вирусы которые съедают вот эти соты в которых мы живем что такое эгоист моем понимании много лет назад было выработано очень еще даже до того как я знания получил это где-то 16 лет то есть у меня было и сейчас такая философия я всегда получал и получаю радость от того что кому-то радостно и мне настолько это приятно что я делаю это для себя то есть я получать это ну давайте используем слово удовольствие да я получаю огромное удовольствие наслаждение от тому что кому-то здорово классно обалденно причем в разных моментах там не важно получил знание летом ушел там трубач классно играл там кинул там 5 гривен примеру ли как он бомжу дал двадцатку ну такими мелочи ну так понимать там большой спектром у нас как получается что самое проще достучаться через финансовый момент о чем речь идет все я человека счастливил и когда я его счастливил я получаю просто неописуемую радость поэтому я это все делаю для себя знание озвучить для себя это да наверное эгоизм то есть озвучиваю знания и тысячи человек становится счастливы в той или иной мере и получаю моральное и эстетическое удовольствие наслаждение того что я кого-то счастливы вот оккупанты они нам очаромутили речь поэтому зачастую неизвестно где слово имеет положительную смысловую нагрузку где отрицательную вот эти оккупанты как паразит то есть они нашли самых гадких здесь представителей ну скажем так отребье живой флоры фауны и поставили над нами есть централизованная власть относительно централизованная ну скажем две сферы влияния назовем условно англосаксы и джапанцы то есть оккупантский режим специально создал две группировки и поставил их противовес друг другу чтобы они боро борясь за свое превосходство уничтожали нас ну вот яркий пример когда я смотрел там в далеком детстве был удивлен там фильмом американским или даже чехословацкий был по моему довольно старый фильм чехословакию приезжает типа миллиардер забегая вперед не миллиардер оказался находит двух человек парня и мужчину говорит вот жвачка тебе вот такая чама мама а тебе четыре папа по и кто из вас лучше прорекламирует жвачку тот получит миллион и они там целый фильм рекламируют а в конце выясняется что это просто агент рекламный просто неважно какову жвачку рекламировали цель была достигнута то есть продажи увеличились и той жвачки этой там в той или иной степени и они всегда два лагеря создают пепси кола кока-кола россия сша мне сегодня так забавно было смотреть фильмы где рассказывали как американские самолеты прилетают разведчики разведывать что уж там в черном море происходит а другие самолеты такие а мы вас отпугнем а что они разведают это же принципе диетизм на самые несчастные жители здесь это наверное военные которые думают что они действительно защищают что-то на самом деле военные созданы для подавления бунтов если вдруг выйдет из-под контроля как это часто бывает население то в город будут кинуты войска и свои же белоруси вы хлопцы будут расстреливать своих граждан это происходит постоянно повсеместно вылил год есть ясень инграсиль и радужный мост оккупанты ничего не скрывают а это по всем законам вселенной они нам говорят фильмах в играх книгах мультфильмах как обстоит дело а поняли не поняли нас это их не то не волнует самый сильный фильм наверно игра престолов там показывает истинную карту мира азию и америку там еще есть я бы полную найти там четыре континента на самом деле показано потом они нам говорят про ледяной баррель барьер и еще они нам в игре престолов что говорят что это все механическое мы живем просто в механической табакерки кто не смотрел мой ролик печать ивана грозного тайна печать ивана грозного посмотрите так начни с себя фраза ну это мерды вкинули это специально эту вот сторону чтобы чего-то достичь надо начинать не себя а с других как я принц начал и сам начал как говорится расти то есть когда ты об облагораживаешь вокруг себя пространство автоматически ты развиваешься если ты начинаешь себя то есть на себе зацикливайся только для себя там что-то ночью ничего хорошего так как я человек могу реально противостоять оккупантам если есть такой шанс интериальность лучше у нас уничтожает со всех сторон а мы максимум максимум созидаем но я уже уважаемый слушатель не раз это сообщал буду говорить постоянно единственное что мы можем это распространять знания самый сильный у нас козырь это отсутствие америки да я вам скажу что это может привести физическому уничтожению наших скафандров но всегда остается один шанс на очень большой скорости проехать на мотоцикле между двух гигантских фур и выехать позади их здоровеньким и приподнятом настроении вот из-за этого 1 процента 001 стоит жить как там пелось смерть стоит того чтобы жить а любовь сети связок в горле комом теснется крик но настала пора и тут уж кричи не кричи лишь потом кто-то долго не сможет забыть как шатаясь бойцы об траву вы теряли мечи и как хлопала крыльями черное племя ворон как смеялось небо а потом прикусила язык и дрожала рука у того кто остался жив и внезапно вечность вдруг превратилась в в миг и горел погребальным костром закат и волками смотрели звезды из облаков как раскинув руки лежали ушедшие в ночь и как спали в повалку живые не видя снов а жизнь только слова есть лишь любовь и есть смерть эй кто будет петь если все будут спать смерть стоит того чтобы жить а любовь стоит того чтобы ждать смерть смерть стоит того чтобы жить а любовь стоит того чтобы ждать смерть 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 смерть